Приветствую! Сегодня, 7 октября 2022 года, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект 6482. Этим законопроектом вносятся изменения в закон о воинской обязанности и воинской службе. Данным законопроектом предлагается изменить ту часть закона, которая касалась воинского учета женщин. И теперь, согласно закону 6482, воинский учет женщин ведется исключительно на добровольных началах. И это касается почти всех женщин. Почему? Потому что все-таки, как и в каждом законе, в каждом правиле, есть определенные исключения. И данное исключение сделано для женщин, которые имеют медицинское либо фармацевтическое образование. При этом независимо от уровня этого образования. То есть это может быть как высшее образование, как передвысшее, так и профессийно-техническое образование. И вот эти женщины, если они имеют один из этих уровней образования и при этом по состоянию здоровья пригодны к воинской службе, то они в обязательном порядке берутся на воинский учет. И здесь, безусловно, есть, конечно, и положительный, и отрицательный момент. Да, теперь мы прекрасно понимаем, что вот тот страх, который у нас был, что в октябре месяце запретят выезд женщин из Украины, как и мужчин, снимается. Да, то есть этот вопрос снят, и мы прекрасно понимаем, что женщинам запрещать выезжать из Украины не будут. Конечно же, остается немножечко и негативного момента. Потому что возникает вопрос, а не запретят ли выезд тем женщинам, которые обязательно должны встать на воинский учет. Я думаю, что не запретят. Почему? Потому что, ну, возникает вопрос, а как пограничники будут проверять, да? Ну, не нужно же, не будем же мы заставлять каждую женщину сейчас идти в военкомат и получать разрешение на выезд. Я думаю, что этого быть не должно. Но при этом, конечно же, для тех женщин, которых возьмут на воинский учет, возможно, возможно, будут некие запреты. Хотя, опять же, возникает вопрос, а как пограничники будут проверять, является женщина военно обязанной, находится ли она на воинском учете, либо нет, остается открытым. И вот в этом смысле, в том плане, что достаточно с большими проблемами столкнется государство, если запретит выезд женщин. Ну, потому что фактически в таком случае каждой женщине для выезда нужно будет пойти в ТЦК и получить разрешение на выезд. Я думаю, что это такой вызовет перегруз работы ТЦК и, соответственно, данного запрета не будет. Но это моя позиция. Так кажется мне, так кажется логично. Как решит государство, конечно же, мы еще посмотрим. Друзья, на этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!